Всю жизнь я ищу своих родных. Семьдесят с лишним лет я искала. Я писала и в Санкт-Петербург. Я писала «Огнебарто» в передачу «Найти человека». Я писала «Ищу тебя, жди меня». Везде говорят, все спрашивают. А кто у тебя родители? А где ты жила? Литвинова. Но свою фамилию я узнала только в 22 года. Потому что я была эвакуирована из блокадного Ленинграда в 1943 году. Нас привезли одних детей без родителей, без документов. Доставили в Ярославль. Везли нас в товарном вагоне. Это как темный ящик. На некоторых остановках открывалась, двигалась дверь вдоль вагона. Очень редко. Видать, для того, чтобы проветрить. А так, в основном, мы сидели на полу, на деревянном полу вот этого ящика. Я почему-то считала, что моя жизнь началась вот с этого темного ящика. Мне дали 1938 год. То есть, три года до войны и два года во время войны получилось, что я два года была в этом Ленинграде в 1943 году. Вот считайте. Значит, пять лет мне было уже в это время. Нас вот привезли в Ярославль, раздали чужим людям. Я попадаю к женщине. После первой же съеденной картофелины, которую Надежда мне дала, она печеная была, я так хотела кушать, я оказалась в больнице на несколько месяцев. Раздула меня, как лягушку. А потому что голодная была. Первая картошина, которую я съела, я и проволочила, видать. Вот я Ленинград блокадный не помню, но зато я помню Ярославль. Вот в Ярославле я... Бомбили мост. Вот как раз в 1943 году бомбили мост. А наш дом был недалеко от железнодорожного полотна. И ночью было вот это, как его, как и сирена, стрельба, взрывы, самолет. Вот, знаете, там пикировали ежи, что ли. Это было очень страшно. Горело все. Мы с Надеждой бежали в лес в Тушино там. И там в Тушино была землянка с большим таким факелом. Вот мы туда прятались. И еще хорошо я помню часть военную, которая как раз серегла вот этот мост. И я часто видела, как они вечером с двухэтажную. Такую сосиску надували. Это как она называлась, я не знаю. И поднимали ее над мостом. Как она называлась, я не знаю. Ну, знаете, с двухэтажный дом надутая сосиска. Вот такая, несколько вот этих ребят, она человек шесть или восемь. Они держали ее и потом вот поднимали на ночь. День рождения я получила уже в детдоме. И отчество я получила в детдоме. Нас вот как, как вот нас называли, конкубаторские. Мы всегда были одеты одинаковые. И нас везде называли это инкубаторами. И тарелки, и чашки были металлические. И хлеб тебе давали прямо в руку. Значит, ты его скорее в рот. Мне подружка говорит, когда тебе день рождения? У меня нет, у всех есть, у меня нет. А ты сходи в церковь. Церковь здесь была действующая. Но нам строго-настрого было запрещено ходить в церковь. И вот однажды, это было в марте, я на одном коньке катаюсь около детдома. И вдруг смотрю, в церковь несут покойника. А сзади батюшка. Вот тут я и спросила, когда мне день рождения. Говорит, как зовут? Нина. Он говорит, 27 января. Он сказал мне именины. Я прибежала к директору. Она говорит, а что 27-го? Прошло уже 27-е. Вот скоро будет 8 марта. Мы тебе день рождения сделаем 8 марта. Я была и Андреевна, и Алексеевна, и каких только у меня не было. А вот Александровна тогда, когда вот решили уже день рождения, у меня год рождения, и должен быть, должно быть и отчество. Конечно, хочу. Нет у меня пока возможности ехать. Боя война очень плохо. И не надо войны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова